Стартовавшая в сентябре программа утилизации на автовазе уже принесла прибыль. Реализовать удалось более 14 тысяч автомобилей. Продажи растут. В дилерских центрах Тольятти отечественные модели пользуются повышенной популярностью. Почем принимают автохлам и где выгода, спрос на предложение оценила Ирина Грумеза. Просторный салон и приятный дизайн. В новой «Ладе Калини» Владимир Алексеев чувствует себя намного комфортнее, чем в старенькой Оке. Поменять средства передвижения пенсионер решился, узнав о вновь стартовавшей программе утилизации. Сейчас уже даже если АКУ продать, она уже 50-й не дает. Она уже старенькой стала. Поэтому вроде как выгоднее сюда сдать, чем продать за 20-30 тысяч. Сдав старый автомобиль на утилизацию, владелец получает скидку в 50 тысяч рублей на приобретение новой машины. Также в этой программе возможен вариант обмена поддержанной модели на новую с доплатой, так называемый трейд-ин. В этом случае скидка составит 40 тысяч рублей. Став программу 1 сентября объявили 4 крупнейших отечественных предприятия. АвтоВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ и СОЛЛЕРС. А также автопроизводители, которые локализовали выпуск в России в режиме промсборки. Толиатинский автозавод предоставил для продажи со скидкой весь модельный ряд «Лада». Основная наша задача – это распродать тот склад, который у нас сегодня существует. И результат, который мы показали с учетом программы утилизации по сентябрю, нас впечатлил. Мы продали 14 300 автомобилей, чуть меньше цифры, по утилизации. И наши объемы выросли значительно. Продажи с программой утилизации выше стандартных наших продаж в этом сезоне на 38%. Напомню, в августе продажи Волжского завода упали на 32%. Программа утилизации на АвтоВАЗе продлится примерно до середины ноября. И за это время руководство предприятия намерено повторить долевые показатели 2010-2011 годов. Тогда в обмен на старые машины было продано 600 тысяч автомобилей, что составило 78%. Ирина Грумеза, Борис Кислицын. Новости губернии. Тольятти. Новости губернии. Тольятти.